Здравствуйте! Как контрольно-кассовая техника участвует в бизнес-процессе предпринимателя и должен ли самозанятый налогоплательщик использовать онлайн-кассу? Об этом говорим в нашей студии начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Самарской области Константин Магда. Константин Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте! С 2016 года началась эта реформа и мы постоянно о ней рассказываем. Можно ли говорить уже, что она близится к завершению или уже завершена и подвести какие-то итоги? Ну да, на сегодняшний день можно уже говорить, что реформа контрольно-кассовой техники завершена. Как правильно вы сказали, она началась в 2016 году. В 30 с лишним года она проводилась. Но сейчас уже на настоящий момент практически все предприниматели должны использовать контрольно-кассовую технику. Но исключение составляет небольшая группа предпринимателей. Это те, кто так называемые самозанятые, те, кто не имеет наемных работников, при этом оказывает услуги, либо реализует товар собственного производства. Вот для них отсрочка до 1 июля 2021 года в применении контрольно-кассовой техники. Но она предоставлена в пику попробовать налог на профессиональный доход, который введен на территории Самарской области с 1 января этого года. Вот для них поэтому такая отсрочка предназначена. Если говорить о самой контрольно-кассовой технике, меняется ли она, усовершенствуется? Или это те модели, которые в 2016 году разработаны? Ну, конечно. Реформа контрольно-кассовой техники привела и к тому, что сами кассовые аппараты меняются, принцип работы их меняется, принцип взаимодействия предпринимателя с налоговой службой меняется. Сейчас реформа не только контрольно-кассовой техники идет, но и реформа вообще контрольно-надзорной деятельности Федеральная налоговая служба проводит. Пытается сделать так, чтобы налоговая была незаметна для предпринимателей. Ну, а если вернуться к контрольно-кассовой технике, то, конечно, кардинально меняется сама технология взаимодействия предпринимателя, бизнеса и налоговой службы. То есть сейчас вся информация о всех расчетах в режиме реального времени передается в Федеральную налоговую службу. То есть практически мы информацию о каждом расчете видим в режиме реального времени. Ну и плюс к всему прочему, вся процедура регистрации, перерегистрации, снятия с учета контрольно-кассовой техники, она возможна без непосредственного посещения налогового органа в режиме онлайн через сайт Федеральной налоговой службы. Но если говорить о цифрах, на 1 января этого года на территории Самарской области зарегистрировано уже более 68 тысяч единиц контрольно-кассовой техники. А если о предпринимателях говорят, то более 31 тысячи индивидуальных предпринимателей и юрлиц зарегистрировали и используют контрольно-кассовую технику. Ну и удобство в том плане регистрации ее и вообще всех действий регистрационных, связанных с контрольно-кассовой техникой. Вот если по статистике в 2019 году более 70% всех регистрационных действий с контрольно-кассовой техникой, то есть снятие с учета, постановка на учет, перерегистрация, ну будь то смена адреса, вот более 70% оно без взаимодействия с налоговым органом. Непосредственно взаимодействие, я имею в виду, в налоговую службу идти не нужно, все делается в режиме онлайн через сайт Федеральной налоговой службы. И сам предприниматель тоже какие-то плюсы получает? Допустим, он может проанализировать свою деятельность, эффективность свою деятельность. Как это сделать? Ну конечно, когда регистрируешь контрольно-кассовую технику, индивидуальные предприниматели заключают договор с оператором фискальных данных, это через кого идет информация в налоговую службу о каждом расчете. И вот оператор фискальных данных предоставляет доступ в кабинет оператора фискальных данных, то есть в этом кабинете директор или доверенное лицо организации, либо сам индивидуальный предприниматель может проанализировать всю информацию о расчетах, не только там, допустим, денежное обращение, но и в том числе и товарное обращение. Посмотрите, в какой момент пики продаж происходят, когда контролировать своих продавцов, не выходя из дома, можно так сказать, то есть когда открылась смена, когда закрылась смена, выручка за определенный период по каждой кассе, либо выручка в целом по предприятию, то есть все это такая возможность предоставлена в кабинете оператора фискальных данных. Ну и плюс к всему прочему, все мы, наверное, привыкли уже расплачиваться банковскими картами, через так называемый эквайринг. Ну и, соответственно, онлайн-кассы, они позволяют интегрировать вот эти вот онлайн-платежи в саму контрольно-кассовую технику. То есть не нужно дополнительно, вот как раньше было, отдельно кассовый аппарат, отдельно посттерминал банковский, то есть это все в одном кассовом аппарате. Но остаются при всех преимуществах, казалось бы, остаются те предприниматели, которые не используют онлайн-кассы. Как они выявляются? Рассчитываете ли вы на поддержку других налогоплательщиков граждан, которые сообщат об этом, и которых, допустим, не устраивает качество обслуживания, качество товара, который они приобрели, без вот этого использования ККТ? Да, совершенно верно. Вот реформа контроля на кассовой технике, она в том числе еще и, будем так говорить, на гражданский контроль рассчитана. То есть любой гражданин, не получив кассовый чек, может обратиться в налоговый орган и сообщить в режиме онлайн. Есть такое приложение специально разработанное, Федеральная налоговая служба. То есть идти, писать, звонить никуда же не можно? Да. Ну, либо можно по старинке написать обращение на бумаге, либо через интернет-сайт. То есть, пожалуйста, выбор большой, но проще всего это через мобильное приложение сообщить о нарушении действующего законодательства в части применения контроля на кассовой технике. Очень много обращений поступает от граждан о том, что не применяется контроль на кассовой технике, либо применяется и в процессе применения нарушается какое-то действующее законодательство. Как мы все, наверное, прекрасно знаем, уже все столкнулись с этим, на каждом выданном чеке должен располагаться QR-код, находиться. То есть, опять же, вернусь к мобильному приложению, оно называется «Проверка кассовых чеков», которые можно скачать на свой смартфон в Play Маркете либо в App Store, но в зависимости от того, какой у вас аппарат, гаджет. Ну и, соответственно, отсканировав QR-код, можно проверить легальность торговой операции. То есть вот этот QR-код, он содержит в себе всю информацию. Ну и в том числе можно, ко всему прочему, еще вместо бумажного чека, а может быть и в дополнение к бумажному кассовому чеку, получить электронный кассовый чек. То есть это очень удобный формат. Объясню, может быть, почему, да, этот электронный чек лучше, чем бумажный чек. Ну, наверное, тоже. Потому что вот цветает. Да, вот цветает, вот это первое, что приходит. Да, то есть через какое-то определенное время уже информацию на этом бумажном кассовом чеке различить нельзя. Но вот система онлайн-касс, она еще и позволяет получить электронный кассовый чек. То есть до момента расчета покупателю необходимо, значит, попросить продавца, кассира, о том, что ему необходимо кассовый чек направить на адрес электронной почты либо на абонентский номер в виде смс-сообщения. Соответственно, эти электронные кассовые чеки можно хранить на любом электронном носителе. Соответственно, как вы понимаете, они не выцветают, информация на нем сохранится. И он в то же время, согласно действующему законодательству, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный кассовый чек. То есть если вы пришли в объект торговли и по какой-то причине возвращаете товар, электронный кассовый чек имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Вы сказали, что есть граждане, которые сообщают о нарушениях. К самим нарушителям какие-то меры принимаются со стороны налоговой или какая-то система действует? Потому что если уже там какие-то данные же... Конечно, да. Но данные есть у нас. Не буду их озвучивать. Но хочу сказать, для тех, кто не применяет контрольно-кассовую технику, либо еще вообще, может быть, не зарегистрировал, хотя таких мало уже сейчас осталось, предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации о административных правонарушениях. Вот есть статья 14.5 такая, вторая часть. За неприменение контрольно-кассовой техники предусмотрена административная ответственность, если мы говорим про индивидуальных предпринимателей, то это от 1.4 до 1.2 суммы расчета, осуществленного без применения ККТ, на не менее 10 тысяч рублей. А для юридических лиц от 3.4 до полной суммы расчета, но не менее 30 тысяч рублей. То есть, как вы понимаете, сумма административного штрафа может быть... Да, если машины продают организации или квартиры, это же огромная сумма. Да, конечно. Ну вот надо понимать, что если, допустим, продал машину стоимостью 2 миллиона рублей, юридическое лицо, то организации может быть предъявлен административный штраф в размере 2 миллиона рублей, то есть по стоимости проданного товара. А есть такие уже штрафы из вашей практики? Ну, таких штрафов в Самарской области нет, 2 миллиона. А вообще, вот на моей памяти, в 2019 году, если говорить, индивидуальный предприниматель, есть уже штрафы о привлечении индивидуального предпринимателя на сумму более 200 тысяч рублей, юридическое лицо привлечено к административной ответственности на 800, по-моему, 36 тысяч рублей. То есть такие штрафы есть. А если, это в Самарской области, да, а если мы говорим про Россию, вот известный мне штраф, максимальный, на моей памяти, это 7,2 миллиона рублей на юридическое лицо и 1,2 миллиона на главного бухгалтера. Да, с предпринимателями понятно. Потребители, что вот они могут, казалось бы, ну, кроме того, что там сохранится чек в телефоне или где-то в компьютере, еще какая выгода? Выгода в том плане, как я уже сказал, можно проверить легальность торговой операции. Ведь много обращений поступает от таких, что вот я пришел купить товар, мне предлагают не наличные, ну, нет у меня наличных денежных средств, мне предлагают перевести денежные средства на личную банковскую карту, там, директоры или предприниматели. Вот не советую так делать. И либо, если уж вы так делаете, требуете кассовый чек. Если не дали вам кассовый чек с QR-кодом, соответственно, ну, наверное, есть основания полагать, что торговая операция не очень легальная, и, наверное, целесообразно все-таки отказаться от такой покупки. Потому что вот обращений много приходит, я перевел деньги на банковскую карту кассира или кого-то там еще, потом прихожу возвращать товар, либо мне оказали некачественную услугу, я прошу деньги вернуть за некачественную услугу. Доказать то, что эти денежные средства были перечислены за какой-то товар, работу, услугу, проблематично. Поэтому еще раз всех призываю. Если вам не выдали кассовый чек, несколько раз подумайте, прежде чем совершать покупку, либо отдавать деньги за какую-то услугу. В продолжении темы налогов, налогового режима, вы сказали, что есть налог на профессиональный доход. Что это за налог, кто его платит, на что там тоже нужно обращаться внимание? Ну, это не дополнительный налог. Это еще один специальный налоговый режим. Налог на профессиональный доход для так называемых самозанятых. То есть перечень видов деятельности, в принципе, он не ограничен. Но есть в то же время ограничения по использованию специального налогового режима, налог на профессиональный доход. То есть основное, это перепродавцы товара, его применять не могут. То есть его могут применять только те, кто оказывает услуги, либо реализует товары собственного производства. Ну, здесь не будем относить, не относятся, вернее, реализация подакцизных товаров, тоже нельзя применять налог на профессиональный доход при реализации подакцизных товаров, маркированных товаров нельзя, при реализации маркированных товаров нельзя его применять. Ну, еще есть ряд ограничений, в частности, допустим, агенты не могут его использовать. Ну, а те, вот, грубо говоря, кто вот маленькие предприниматели, такие вот, сам на себя работаешь, наемных работников не имеешь, изготавливаешь там какие-нибудь торты, кипкейки, да, либо там оказываешь услуги, ну, ремонт холодильников, к примеру, сам оказываешь, да, услуги. Вот такой режим можно применять. Необходимо зарегистрироваться, регистрация простая, скачать мобильное приложение «Мой налог» на свой гаджет, либо через сайт Федеральной налоговой службы, либо через уполномоченные кредитные организации. Регистрация вот через приложение «Мой налог» занимает, ну, от трех до пяти минут. Там нужно ввести паспортные данные, сделать свою фотографию, селфи, и все, и вы уже предприниматель, в правовом поле, к вам не будет никаких претензий с точки зрения ведения незаконной предпринимательской деятельности. Налоговая ставка 4%, это самая минимальная вообще налоговая ставка, 4%, если вы реализуете товары собственного производства, либо оказываете услуги физическим лицам, и 6%, если оказываете услуги, либо реализуете товары юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям. То есть такие услуги, так скажем, вербального характера, как консультации психологические, уроки, ну, того же, там, английского, репетиторства, да. Это тоже применимо? Да, да. Услуги няни, да, пожалуйста. То есть можно? Да, конечно, конечно. И нигде. И нужно, наверное, да? Да, конечно, нужно. Нужно выходить из нелегального, из незаконной предпринимательской деятельности. Нужно это делать, легализовываться. Но налоги крайне низкие. Таких налогов, мне кажется, больше нигде нет. И в ситуации, когда люди сдают квартиры или площади какие-то в аренду, здесь они к какому принадлежат? Сдача жилых помещений, то есть квартир, да, они тоже подпадают под налог на профессиональный доход. Там 4% будет? 4% будет, ну, если сдаете физическим лицам, да, если это организация перечисляет вам деньги, то там будет 6%. Ну, и в том числе даже вот этот налог на профессиональный доход могут применять госслужащие, да, в том плане, что если вы сдаете свою квартиру в аренду, да, то есть это не запрещено. Потому что, как вы знаете, предпринимательством, госслужащим запрещено заниматься, а здесь вот можно зарегистрироваться в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, платить налоги в правовом поле. И уплата вот этих налогов в те же сроки, как все налогоплательщики платят, или у них какие-то другие? Нет, там по истечении месяца. Причем ничего делать не надо. Все в цифре здесь. Вообще никакого взаимодействия налогоплательщика, налогно-профессиональный доход с налоговой нету, кроме как через это мобильное приложение «Мой налог». То есть им не надо будет применять контрольно-кассовую технику этим налогоплательщикам. мобильное приложение «Мой налог» формирует чеки. Этот чек сформирован. Там нужно будет только ввести, какую услугу оказал, и сумму, которую вам либо наличными отдали, либо перечислили на ваш счет. В зависимости от того, значит, сколько вы чеков сформировали, на какую сумму, налоговая сама вам рассчитает, пришлет информацию в это приложение «Мой налог». Если вы привяжете банковскую карту, то автоматом этот налог спишется. И можно и по старинке распечатать платежку и оплатить через кредитную организацию. Очень удобно. Это все сделано в цифре для удобства. Это, опять же, как мы говорили, это все ведет к созданию незаметной налоговой, чтобы платить налоги было не только удобно, но и просто, и интересно даже, можно сказать. Другие интересные подробности о налогах для самозанятых мы узнаем из ролика, ну а потом продолжим. Пять причин стать самозанятым и выбрать мобильное приложение «Мой налог». Не нужно подавать налоговую декларацию. Низкие налоговые ставки – 4 или 6%. Не нужно применять кассу. Приложение автоматически сформирует чеки для клиентов. Имеется налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей, который списывается частями. Приложение формирует справку, которая подтвердит доходы. Пользуйся приложением «Мой налог». Это просто, удобно, комфортно. Как вы сказали, все это просто, доступно и даже интересно. А регистрируются ли самарцы в качестве таких самозанятых? Есть интерес? Да, конечно. Это очень популярно. С этого года уже более 6500. У нас на настоящий момент, на начало месяца самозанятых зарегистрировано. Поэтому это довольно-таки популярно. Процесс идет. Если вернуться, опять же, к онлайн-кассам, то мы рассказывали о том, что есть льготы для тех, кто приобретает технику. И вы сказали, что еще, в принципе, остаются предприниматели, которые не приобрели. Они могут претендовать на эти льготы? Или они уже все исчерпали? Нет, уже все. Необходимо было зарегистрировать контрольно-кассовую технику до 1 июля 2019 года. Я имею в виду индивидуальным предпринимателям, которые без наемных работников. На ЕНВД и патенте. Для них, да, были предназначены льготы. Это налоговый вычет на приобретение контрольно-кассовой техники до 18 тысяч рублей. Ну а те, кто не приобрел вовремя, все уже льготами воспользоваться не могут. Необходимая, важная деталь для использования контрольно-кассовой техники это наличие интернета. Остаются у нас, наверное, районы и места, где нет интернета. Как в таком случае быть, если человек занимается предпринимательское действие, но рассчитывать не могут, что это полноценно. Ну, наверное, говорить о тех местах, где нет интернета, это, наверное, уже небольшое лукавство. Думаю, наверное, на территории Самарской области интернет-то есть везде. Но, тем не менее, законодательно предусмотрена работа контрольно-кассовой техники в так называемом режиме оффлайн, то есть без обязательной передачи данных в налоговые органы через операторов фискальных данных. Это те места, будем так их называть, удаленные от сетей связи местности. Вот правительством Самарской области такой перечень утвержден. 185-е постановление. Это все практически села, поселки, за исключением городов. То есть там, где население менее 10 тысяч человек. Ну, Самара, Тольятти, ну, все города, они, конечно, должны работать, кассовые аппараты должны работать в режиме онлайн. Кенель-Черкасса, большое село, знаете, да, то есть более 10 тысяч населения там тоже в режиме онлайн. Еще, по-моему, поселок Рощинский. Остальные все села, поселки, они отнесены к удаленному от сетей связи местностям. И там можно работать в режиме без передачи данных онлайн в налоговые органы. Но это удобно, как я вот в начале передачи нашей говорил, что если в режиме онлайн касса работает, есть аналитика в кабинете операторов фискальных данных. Это очень удобно. У нас очень много вот в таких селах-поселках предпринимателей работает в режиме онлайн. Кассовый аппарат, я имею в виду, работает. Бывают такие ситуации, что вот вырубилась интернет-связь, да, и соответственно... При операции, при проведении, может, операции. Да, да, то есть чек как бы формируете, а интернет-связи нет. Кассовый аппарат, он же автоматом передает информацию о каждом расчете в налоговую службу. Но вот нет интернета, пропал интернет. Кассовый аппарат у вас не прекратит свою работу. Он будет также работать, формировать кассовые чеки. В автоматическом режиме будет пытаться отправить эти кассовые чеки до того момента, пока интернет не восстановится и кассовые чеки не отправятся. То есть здесь делать ничего не нужно, просто необходимо восстановить интернет-соединение, и все чеки будут отправлены. Вот на все про все технические кассоаппараты, у них технические характеристики есть месяц. Но за месяц уж интернет-связь восстановить не проблема. При торговле через интернет, интернет-торговле, они тоже обязаны все электронные чеки присылать покупателю? Да. И есть ли такие, которые не подтверждают покупку ничем? Как-то такие вот организации. И налоговая может их контролировать? Ну, конечно, есть. Да. То есть любая операция связана с наличными расчетами, либо с безналичными расчетами, если это расчеты с физическими лицами. Обязанность применения контрольно-кассовой техники возникает, в том числе и в сети интернет. Если вот вы осуществляете покупку в сети интернет, вам в любом случае должны представить электронный кассовый чек. Ну, либо, если нет такой технической возможности, при первом непосредственном взаимодействии вам должны выдать бумажный кассовый чек. Есть, конечно, такие. Есть, кто еще и в интернет отслеживаемых таких. Ну, просто вы потребители должны знать, что в любом случае подтверждение покупки в виде электронного чека, либо бумажного, должны получить. Да. Ну, здесь вот да. Мы говорили, что на каждом чеке должен быть QR-код. Это на бумажном кассовом чеке я говорил. А на электронном кассовом чеке обязанности пока такой нет. Ну, вам подтверждает, это оператор фискальных данных присылает этот кассовый чек. То есть это реальная покупка. Вопросов нет. Его тем более, я говорил, что его можно любой кассовый чек проверить через приложение проверки кассовых чеков. Но можно также любой кассовый чек, вот выдали вам на бумажном носителе кассовый чек. Вы видите, что он уже выцветает, а вам нужно его хранить долго. Да, а вы в то же время до момента расчета не предупредили о том, что вам нужен электронный кассовый чек. И что делать? Ну, проблем тоже здесь нет. Если кассовый аппарат работает в режиме онлайн, с передачей данных в налоговые органы через интернет, зайдя на сайт оператора фискальных данных, там у нас много операторов фискальных данных, но в чеках прописывается оператор фискальных данных. Соответственно, зайдя на сайт оператора фискальных данных, можно его также, введя определенный реквизит, его получить в электронном виде себе на e-mail. В предыдущей нашей встрече вы рассказывали о том, что проводятся открытые лекции для предпринимателей, для того, чтобы разъяснить информацию по онлайн-кассам. Сегодня есть такая необходимость? Ну, наверное, необходимость, она, наверное, уже угасает. Но, тем не менее, мы продолжаем так. Если все-таки непонятно что-то, куда обращаться? Конечно, в любой территориальный налоговый орган можно обратиться по часам работы этого территориального налогового органа. Работу в открытых классах мы пока не прекращаем. Все-таки они, хотя и не такая большая востребованность, но, тем не менее, она остается, потребность. Поэтому мы продолжаем консультации, помощь предпринимателю. А есть ли у самих предпринимателей еще какие-то проблемы остаются при использовании контрольно-кассовой техники, там, отчетности или еще чего-то, там, аналитики, то где? Сейчас отчетности с использованием онлайн-кассы вообще никакой отчетности нет. Я имею в виду касаемо кассовых аппаратов. Потому что раньше, до реформы, там огромную кипу бумаг надо было составлять. Это вот те первичные учетные документы, по-моему, 132-ое постановление Госкомстата было. Это отчет кассира, отчет об открытии смены, журнал кассира-операциониста, показания суммирующих денежных счетчиков. Там 9 бумаг было, которые нужно было составлять. Сейчас это не нужно. То есть вот с введением онлайн-кассы ничего не нужно. То есть основной, вот журнал кассира-операционист, каждый день туда делали записи, там, на начало дня, на конец дня, выручка по секциям и так далее. Этого ничего не нужно. То есть все автоматически собирается? Все, да, все налогово, налогово это видит, все, да. Ну и, наверное, в заключении совет предпринимателям или, может, тем, кто еще только задумывается о приобретении. Совет предпринимателям, это все-таки, если у вас такая обязанность есть, применять онлайн-кассы, применяйте их. Не надо надеяться на то, что налоговый может не выявить, что неизвестно, когда налоговый все это выявит. Я еще раз повторяю, гражданский контроль никто не отменял. То есть обращений много идет. Штрафы я уже озвучил. Штрафы очень большие. Они практически, будем так говорить, стремятся к бесконечности. Срок давности привлечения к административной ответственности один год. За один год на какую сумму вы чеков не пробили, на такую сумму для юридических лиц можно получить и штраф. Для индивидуальных предпринимателей половина этой суммы. А еще есть, если повторно совершили административное правонарушение неприменения контрольно-кассовой техники, административным кодексом предусмотрено административное приостановление деятельности организации, либо индивидуального предпринимателя, либо дисквалификации для должностного лица. Но неприятны эти моменты, и нам как бы не хотелось доводить до такого. Но, тем не менее, в Самарской области в прошлом году два случая было приостановки деятельности. Решением суда приостанавливалась деятельность. И в 2018 году один случай был на территории Самарской области. Поэтому призываю всех кассовые аппараты использовать. А покупателей призываю всех требовать кассовые чеки с QR-кодом, проявлять гражданскую позицию. И если вдруг вам не выдали кассовый чек, обращайтесь в налоговый орган. Спасибо за эту важную и полезную информацию. Всего хорошего. Спасибо вам. Прощаюсь я и с вами. До свидания. До свидания. Прощаюсь я и с вами.